Ура! 1 апреля отменили, ты представляешь? Мы заново будем возить машины пачками! 50 лисянков закажем сейчас! Рано радовались, ребята. Иногда мы воспринимаем желаемое за действительное. С вами компания Аки Моторс, я Владимир. Давайте разберем все по полочкам. 27 марта уже с утра, с 5 утра, мне начали отправлять эту ссылку с этой новостью. Начали трезвонить, звонить. Буквально все, кто занимается автобизнесом, кто не занимается автобизнесом. Все начали просто с такой радостью высылать мне все эти сообщения. И говорить, что все, все отменили, можем заново заказывать. Но так и не разобравшись, о чем там говорится. Сделали уже какие-то преждевременные выводы. Но давайте сейчас мы разберем, на каком сайте это было выставлено на обозрение. То есть на сайте Евразийской экономической комиссии 26 марта была такая новость. В ЕАЭС перенесены сроки вступления документов, регулирующих таможенные правоотношения. Давайте сейчас мы зачтем. Здесь она короткая и все понятно. Коллегия Евразийской экономической комиссии 26 марта по предложению государств, членов, изменила срок вступления в силу ряда решений коллегии с 1 апреля 2024 года на 1 апреля 2025 года, регулирующих таможенные правоотношения, касающиеся заполнения транзитной декларации, декларации на товары, а также применения структур и форматов отдельных таможенных документов. Перенос сроков связан с необходимостью доработки информационных систем и исключением возможных негативных последствий для бизнеса, в том числе задержек при проведении таможенных операций. Вот, наверное, последняя вот эта вот ссылка для многих была такая вот прям то, что они хотели услышать. Те, кто занимается автобизнесом, вот для них это будут такие потери, и вот для них нужно сделать отсрочку, ну и есть задержки при проведении таможенных операций. В общем, все, что мы хотели услышать, да, это 1 апреля, мы знаем, что вступает закон, и все это отменяется. Вроде бы все хорошо. Мы тебя разыграли! Сегодня 1 апреля! На самом деле, для тех, кто занимается автобизнесом, те, кто возит по параллельному импорту автомобили, для них было 2 плохие новости. И первая новость, это было 30 января 2024 года. Председатель правительства Российской Федерации подписал такое поручение для того, чтобы создать и применить единую систему управления рисками. А что это такое, более подробно вы можете посмотреть на нашем канале. Давайте вкратце расскажу, о чем было это поручение. В общем, нужно было создать такую систему, контроль над товарами, которые возятся по параллельному импорту. К примеру, в Кыргызстане растамаживается товар или автомобили по более низкой стоимости. То есть это входит в регламент страны Кыргызстана, то есть никаких правонарушений нет. Вы везете для стран с более низкой экономической положением, и это нормально. Когда вы везете в Российскую Федерацию, у вас есть преимущество. Потому что вы растаможились дешевле, и у вас стоимость товара ниже. Те, кто везут для перепродажи или для личного пользования, у них цена гораздо ниже, на процентов 20, а то и 30%. И вот это преимущество других стран, которые растамаживают у себя в стране и потом везут в Россию. И вот это поручение об этом. Чтобы до 1 апреля уже вступил дополнительное начисление таможенными органами таможенных пошлин. Как это технически будет работать за короткий срок, это будет очень сложно. Логично, его перенесли на год, но мы забываем про ту новость про обзыскание утилизационного сбора. Где со стороны Российской Федерации было постановление 152, мы тоже об этом уже говорили, мы оставим ссылку. И там, где говорится о изменении, взыскании утилизационного сбора, где будут начисляться разница в НДС, разница в таможенной пошлине, разница в акцизе. И также уплата утилизационного сбора из стран, которые везутся по параллельному импорту из стран ЕАЭС в Российскую Федерацию. То есть этот закон внутри Российской Федерации, он не изменился. Если это изменение будет, то, конечно же, мы будем радоваться и заново продолжать везти машины в Россию. И цены будут не такие высокие, как прогнозируют сейчас. Процентов на 20-30 будет повышение цен в России. Первая новость, которую мы ждали, мы хотели, чтобы 1 апреля отменили, да, она есть. Это вот это постановление Российской Федерации, господин Мишустин, то, что подписал. Вот эту систему управления риском, его перенесут на год. Но взыскание утилизационного сбора, изменение о взыскании и до начисления, вот его не отменили. То есть, как мы видим по опыту, 1 августа ничего не изменилось. Потом в октябре, да, про утилизбор, то есть никаких отсрочек не дали. И 1 апреля, скорее всего, никаких изменений не будет. И здесь уже все понятно. Везти по параллельному импорту нет смысла. Многие сейчас заказывают пачками, обрадовались, но не поняв, не разобравшись, что к чему. Поэтому ждем отсрочки об изменении взыскания утилизационного сбора в России. И тогда, да, мы можем заказывать, будем везти, и все будет хорошо, все будет нормально. А пока что мы просто ждем 1 апреля и ждем просто с надеждой, что все-таки дадут какую-то отсрочку, вот это вот изменение об уплате утилизационного сбора. Если дадут, то все отлично. Если нет, то уже, ну как бы нет, да. К жизни надо относиться с юмором. Но у нас есть еще хорошая новость, ну как хорошая, что электромобили мы можем везти через Кыргызстан, но только как транзит. То есть, как мы знаем, такая новость, что электромобили и гибридные автомобили нельзя будет везти по параллельному импорту. То есть, только прямая таможня в Российской Федерации. Поэтому мы можем привезти через транзит, через Кыргызстан и также отправить, но таможня будет в России. Еще есть такая хорошая новость, что праворульные машины мы можем везти также транзитом через Кыргызстан и везти в Россию. Возможно, кому-то это будет выгодно, возможно или нет, ну, решать вам. А с вами был Владимир, компания Кимоторс. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этом. Кто уже заказал 50 лисянгов, что вы думаете об этом?